Премьер Сирии учит другие страны держать порох сухим, но это образ. Порохом сегодня уже не обойдешься. Решающим фактором безопасности стран становятся новые технологии. Сейчас мы покажем вам то, чего до сих пор на отечественном телевидении не было. Из Петербурга об испытаниях российского корабля-невидимки. Наш специальный корреспондент Виталий Лукашев. Эти кадры рассекречены буквально несколько дней назад. Немного осталось от классического облика военного корабля в корвете проекта 2380. Вот оно, будущее, говорят те, кто его видел. Впрочем, главное достоинство как раз невидимость. Та самая технология стелс, в переводе с английского невидимый или хитрость, схитрили, если так можно сказать, на материалах корабельной надстройки. Вот они выполнены из стеклопластика. То есть это не металл? Это не металл, это стеклопластик. Имеются там добавочные специальные слои материалов, которые позволяют снизить вторичное радиолокационное поле корабля. Бойкий – третий и самый новый корабль 21 века. Раньше их называли сторожевыми, теперь корветами. Классификация поменялась. Прямых углов почти нет. Как раз ради той самой невидимости для радиоволны вражеских радаров. На экранах радаров бойки, если и виден, то как крохотная суденышка, катер или даже плот, одним словом, опасений у противника не вызывает. А когда тайное становится явным, уже поздно. Пушки, ракеты, торпеды, зенитная установка и многое другое, о чем и корабелы, и военные предпочитают молчать, употребляя лишь эпитеты новейшие и секретные. Максимально компьютеризирован главный командный пункт. Впервые такой небольшой корабль несет в себе столько угрозы возможному противнику. Вот чего уж точно раньше не было. На сторожевых кораблях столь малого водоизмещения, так это авиация. Очень сложная была задача. Как на столь ограниченном пространстве разместить вертолетную площадку и ангар? Зато другая, уже боевая задача – обнаружение и уничтожение подводных лодок противника. С воздуха решается гораздо более эффективней. Радиус действия больше, да и скорости другие. Посадить вертолет К-28 на маленькую палубу – тоже задача не из легких. Впрочем, выполнено безупречно, как и ходовые испытания Бойкова. Вот-вот новый корабль передадут военно-морскому флоту. Конечно, очень положительное впечатление. Очень положительное. Очень радует, что новый корабль показал себя с прекрасной стороны. Отличные ходовые качества, хорошая управляемость. Корветты 20-380 строят в Петербурге и на Амурском судостроительном для Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов. И если эти боевые единицы выглядят необычно, то те, которые существуют пока лишь в виде секретных чертежей и макетов – вообще фантастика. Виталий Лукашев, Евгений Костин, Дмитрий Лукашевич и Рауль Саидгореев. Вести недели. Петербург.